Привет, ребята, привет, ребята, девчата, привет, 0 зрителей, привет, 0 зрителей, 0 subscribers, hi, 0 subscribers Нейролептик, террелижин, грёбаный фирмы, фуфлентофарм, валентофарм И отечественный флоксетин, который обычно, я не знаю, что покупают другие, но я покупаю от депрессии только Потому что худеть мне некуда, я крайне худой Вот это озон, озон фирма, это не шутка, это буквально написано озон Они настолько поехавшие, они называют вот это вот озон фирма А флоксетин, который австрийский, они называют лан нахер Просто задумайся, это чё, чё у него с головой, кто это в Москве, это в Москве какой-то мудак придумал Извините за выражения плохие, я не буду больше материться Мне, я Сашенька, мне 3 года Я рисую свои рисуночки, посмотрите, вон мои рисуночки Хотите купить? Нет Хотите, я подарю вам? Нет А что такое секс? Что такое секс? Расскажи Расскажите Мне не интересно Я занимаюсь только рисованием И всё И пью кофе, и принимаю таблетки И играю немножко, точнее, я не умею играть на Китае Слишком тихо Помню, в детстве Санёк ко мне заходил Он стучался в дверь мою определённым стуком Это было классно Но зима была длинная, и мы не виделись давно Мы просто занимались паркуром Ещё до того, как это стало мейнстримом Повезло, что я не сломал себе ничто Хотя я на самом деле ломал себе ногу Но это было не во время панку паркура Паркур это фигня Вообще не занимайтесь этой ерундой Это опасно Это очень опасно Санёк Вишняк Сейчас в Питербурге У него Растёт ребёнок И он счастлив А я всегда был между небом и землёй Как говорила Майя мама Майя мама Майя мама Применит Ксанакс Приняла Ксанакс Бесплатно Она моя Ростница Всё Законно Всё Законно Ой Чёртов Чёртов Как я не люблю этот Щёкин Этот Блин Как это Тебя Антона Ленивчиков Ты заколебал Я тебе скрипку дал Со смычком Со всем С канифорией А ты мне дал Самый стрёмный шнур Теперь вообще не воспроизвуете звук Ну спасибо тебе Как я буду играть А нет Чё-то играет немножко Соседи мне постучались Я сначала лёг Прошлая запись оборвалась Я сначала прилёг На землю И Потом штаны Выбросил просто Ногой Выплю Ногой Короче Собирал Штанины эти Ну, может, выпендривайся с моей херепы, а я буду унижать себя, играя на гитаре, потому что я не умею играть, я не умею играть. Помню, в детстве Санек заходил ко мне, очень интересную историю, сейчас я вам расскажу. Короче, мы постоянно паркурили, прыгали, бегали, славяна приютили к себе и рамка, которых все гнобили во дворе, но мы не были гопотой. И в итоге славян стал куколдом у своего пуджа, у своего... Короче, это не фейтшейминг, я ничего не имею против, но просто... Короче, его заарканило, он стал подкаблучником куколдом, предал меня, из-за чего я получил серьезную травму с желудка. Она... короче... Девушка, на которую я... точнее, если вообще можно назвать девушкой, на которую я не держал зла никогда и работал тогда. И когда этот какой-то там забыл чел из родевиков старых говорил про нее гадостью, я говорил ему, что ты не прав, она хорошая. А она в это время год вдержала на меня злобу за то, что какой-то хер что-то сказала ей про меня, что я что-то сказал там. И, короче, я пришел к Славе, ничего не ожидая, она у него сидела, и она подговорила его, и он... Ну, это просто предатель и... Куколд. Слава, прости, но ты, куколд, можешь избить меня, но я знаю, где ты живешь, и мне жить недолго осталось. Скоро кончатся таблетки, никто мне не задонатит, ты же не в курсе депрессии. Ты же не в курсе депрессии и славы, я помню, как ты плакал в детстве, когда на тебя кричала мама. И я тебя развлекал этими играми бумажными, и я сочувствовал тебе. А ты сочувствуешь ли ты мне? Нет. Ты смеешься надо мной, ты предал меня, и мне пофиг на тебя, Слава. Но этот путь подговорит против меня тебя, Будет манипулировать тобою вокруг. Не будь цыпным псом, не будь цыпным псом, Будь человеком. Потому что мне нечего терять, У меня нет семьи, нет друзей, давно лет десять. Нет девушки, никогда и не будет. Хотя у меня с этим все в порядке. Даже очень хорошо. Посмотрел статистику я, я офигел, как там, насколько там они мало занимаются любовью, способны заниматься любовью. Мало, я не понимаю. Что с ними не так? Так, что с вами не так, ребята? Сколько вы раз можете заниматься введением любовью? Неужели вы не можете постоянно заниматься любовью своей девушкой? Неужели вы только два раза в неделю или два раза в месяц занимаетесь? Это что такое? Что это за статистика? Я не понимаю. Слава Куколд, я не хочу о тебе больше вспоминать и говорить. Ужасная травма причинила мне психологическая, а она стала физической на всю жизнь. Язва желудка, я признаюсь. Мне было очень плохо. Слава, ты этого не хотел. Ты не виноват. И Ромок тоже ни в чем не виноват. Сначала он был гонимым всеми, А потом, когда он исправил свое согласие, Он стал считать себя арийцем настоящим, И немцем арийцем, да. И он успешен, и он успешен, И он добавился ко мне в друзья как-то, Но поскольку у меня паранойя, Но я как у художника прошлого века, То я забанил тебя просто из-за того, что ты репостил На радость моему врагу Мой приступ болезни. А если вы хотите объединиться и избить меня, То бейте по голове, Чтоб я стал еще больше долбанутым, Чтобы и мне было нечего терять, Чтобы я перед тем, как сброситься с крыши, Я нашел всех вас, И вам было будет очень плохо, Потому что будет очень тихо все происходить без шума. Очень жаль, что все так закончится, Жаль, что мы не друзья, Я бы хотел быть с вами друзьями, Но вы так поступили со мной, Может, я виноват, да. Я люблю природу, Но я вынужден сидеть в заточении, У меня нет никого, Надо мной смеются, Вы смеетесь надо мной, Над моими чувствами, Над больным человеком, Вы смеетесь, А я не смеялся над тобой, За то, что ты носил очки, И у тебя было косоглазие, И, красно, Но я никогда над этим не смеялся, Никогда. Никогда. Ну, ты можешь смеяться, И Слава, Я видел, Слава этот репост лайкнул, Тоже репостнул, Потому что вы хотите... А для чего вы репостите? Я не стал репостить ваши записи, Где вы пишете, что вы орки, В 30 лет вам, И вы пишете, что вы орки, Это не фричество, Это еще большее фричество, Чем любое безумие, Которое я написал, У себя на стене, Я художник, И мне положено писать, Че хочу на стене, Но я даже на это не имею права, Не имею права, Столько предрассудков и невежества За окном, И вот эти, Они видят чела С такой прической и делают Из него фрика, Думаю, это что вам фрик? Какой-то деревеньщик, Какой-то первобытный век, Художник не имеет права Прическу себе сделать, Шевелюрую, Я не понимаю, Че с вами не так? Вы где вообще? Вы что-нибудь видели в жизни, Кроме доты? Ну вы нормальные ребята, Короче, Держи кулачок, бро. Фух, Это просто преступление Для художника. Быть странным, Преступление для художника В принциальной России, да. Каждый ходит, Каждый сотый ходит В петажировке в моем городе С офигенной шевелюрой на голове, И никто их не травит, Никто их не выкладывает, Никто их не ненавидит. Почему? Почему? Они не являются художниками, Как я. Даже скрипачами, Даже гитаристами. Это просто обычные нормисы. Почему вы над ними не глумитесь? Почему? Потому что, Потому что вы молодцы, Вы классные ребята, На вашем месте я бы делал то же самое, Так сказал Жек Фреско. Очень грустно мне, Что я не могу отсюда уехать. Здесь меня никто не любит. Это факт. Спасибо тем, Кто донатил, Спасибо тем, Кто пытается меня поддержать, Но россиянство иногда сквозит сквозь ваши уста. Вы называете человека в депрессии, Говорите, Подотрисобельки, Или еще что-нибудь, В стержень, Какой-то, Какой-то херню, Малафию. Ты что несешь вообще? Прости. Просто у тебя было плохое настроение, Я тебя понимаю. Я тебя понимаю, Ты хочешь мне помочь, Спасибо тебе, Марьяна. Но нельзя так говорить человеку в депрессии. Почему ты не... Почему я не понимаю, Я бы наоборот, Ничего не имел против мужчины, Который плачет. Я бы считал, Что лучше уж пусть он плачет, Чем он держит в себе, И потом поубивает кого-нибудь, А потом сбросится с крыши, Или примет саниткарик, Ему советуют добрые люди в комментариях. И с КП. Добрые. И никто их не посадит, За доведение до самоубийства. Один челик добрый, Я знаю кто ты, Ты можешь не прятаться под фейками. Прямо писал, Что да, Ведет меня до суицида, Но я знаю тебя, Я знаю кто ты, И когда я умру, С тобой менты будут базарить, Потому что ты не в провинции, А где-то более западнее, Где заплюдаются законы. Будь ты в провинции, Тебе ничего не было, Менты бы пожарили тебе руку, За то, что ты уничтожил меня, Фрика, Ничтожного для них, Долбоеба, Я долбоеб, Для ментов, Не для всех вообще врачей, Художника городского, Который рисует Италию древнюю, И Венецию древнюю, Ты ведь так ненавидишь меня, Что хочешь убить меня, Хочешь довести меня до суицида, Но ты живешь в западной части страны, Где еще немного есть законы, И с тобой поговорят менты, Но ты лучше переесть сюда, Они тебе пожмут руку, Тот, кто меня убьет, Тебе менты пожмут руку, Подряд грамоту за убийство, Дегенерата, Ничтожного меня, Для них я не человек, Я не животного, Для тебя и для них, Может вы за одно все, Мне без разницы, Может ты станешь им на службу, Получать будешь двойную зарплату, Пенсию, Почему бы тебе не пойти в ментон, Менты тоже, Так же себя ведут, Примерно без... Есть исключения, Но это белые вороны, Их не уважают в коллективе, Поэтому... Короче, у меня пофиг вообще на все это, Я принял таблетки, И мне полегче, Но таблетки скоро закончатся, И никто мне не задонатит, Спасибо одному человеку, Но он далеко не из Красноярского края, Кто донатил мне немного, Ну, я скажу так, немного, Чтобы я рисовал, писал, Пусть берет сколько хочет денег, Если он сможет заработать на этом, Для меня главное созидать, Я бесплатно с 17 лет Рисую картины мелками на тротуарах, Бесплатно с 17 лет, Понимаешь? Понимаешь? Бесплатно за свои сыри, Причем не только бесплатно, За свои средства, На краю города, Где жили отморозки, Они подходили ко мне, Ссали на мой пейзаж, Они плевали на мой пейзаж, И один из них сказал, Ты че? Типа, ну, она ругала его, Сказала, Видишь, человек рисует, Понимаешь? А другие говорили, Что они решили стать художником, Смотря как я с энтузивазмом рисую, Молча, С какой энергией, Потому что мои руки были, И я был инструментом в руках, Инфернальных сил, Или ангелов, Или каких-то божественных сил, Я не знаю, Или наоборот инфернальных, Я не знаю кого, Они хотели выразить через меня Своё творчество, Они увидели во мне Того, кто не гонится за пилоткой, Тот, кто не гонится за материальными ценностями, Тот, кто просто Жалкий дурачок, Кто просто ходит и бесплатно рисует зачем-то, И всё смывает дождём, А когда кто-то сыт на его пейзаж, Он просто берёт и начинает новый, Ну, через какое-то расстояние, И не обращает на это внимания, И в душе никакой обиды не чувствует, Они увидели ли вы этом что-то необычное, Потому что обычно все художники рисуют Ради славы, ради денег, Ради женщин, ради друзей, А у меня не было ни славы, ни денег, Ни женщин, ни друзей, Я подрабатывал, и мне бывало, Целый месяц не платили, Платили копейки, Но хватало на мелкие, простые, И на древесный уголь, Который из них не взаменял чёрный цвет. Можешь не верить мне, Мне вообще всё равно. Я скоро умру. Хотя, если ты меня убьёшь, То получается греха на мне не будет. Будет грех на тебе, Но ты не веришь в Бога, Поэтому греха никого не будет на тебе, И совесть тебя не будет мучить, У тебя же есть... Ну, может, у тебя есть совесть, я не знаю. Как может быть совесть у человека, Кто считает себя Богом? Блин, не хочу есть, Потому что флоксетин... Эпатаж, безусловно, да, А плачь – это просто смех, А насморк – это просто вазомоторный ренит, Какая-то аллергия весенняя у меня. Да... Мне не о чем горевать, У меня полно друзей вокруг, в реальности. Давай я с камерой пройду. Вон мои друзья, Вон мои девушки. Мои друзья... Смотри, какой радостный этот портрет. Понимаешь, да? Она нашла себе парня, Она от другая женилась на своем соплеменнике, Не на славянской внешности человеке. А на... На том, Кого с детства приучают к искусству, И к продаже, И к банковскому делу, Как бы, Я ничего не имею против. Лучше бы у меня были такие родители, Чем... Чем те родители, Кто у меня сейчас, Которые просто уничтожат все мои рисунки, Когда я сдохнул. Они просто выбросят их. А его родители, Или ее родители, Александра Сизаненко, Сейчас у нее другая фамилия, Родители твоего парня, Я его не знаю, Мне пофиг на него. Они бы не выбросили мои картины, Если бы были моими родителями, Потому что они с детства приучают ребенка Быть избранным, Быть искусством заниматься, А не копаться, А не на заводе работать, Как приучают нас, Русских людей, Простых славян. Они бы сохранили мои рисунки, Может быть, Они бы даже Нашли, Кто бы покупал их за большие деньги, Но мои родители, Ни Надя Немиш, Ни Лея Барухина из Израиля, Ни Надя Немиш из Подмосковья, Ни Владимир Красный из Владимира, Ни... Ну, короче, Мои родители простые русские люди, И у меня мой прадед был, Мой прадед был Этим украинцем, Западной Украины, И выглядел он, По словам моей бабушки, Как типичный укра... Ну, она только грубо сказала, Как типичный украинец, То есть, Тоже к славянской внешности, Понимаешь? Странно, что я стал художником, Очень странно, Что я такое рисую, Очень странно, Я должен просто быть гопником, Работать с гопниками в коллективе, И быть с ними заодно, Но я не смог, Потому что я Не люблю курение и алкоголь, Который навязывается 24 на 7, И женитьба, И куколство уже навязывается, И прочее, Но не будем об этом, Мне не повезло немного, Повредили мне немного голову, Точнее, спинной мозг, Или, короче, здесь вот, С щипцами вытаскиваю, Повредили, И стал я немного юродивым, И я умру один, Да даже если я не был юродивым, Все равно ни одна россиянка Как бы не подошла со мной познакомиться, Ни разу, Потому что это доказывается Жизнью и практикой, Доказывается реальными людьми, Которые очень успешные, Россиянки стали такими гордыми, Что они даже не подойдут Ни к одному русскому человеку, Познакомиться, Да и просто поговорить с ними Даже тяжело, Они не разговаривают, Понимаешь, В отличие от Таиланда, Там каждый, Каждая с тобой может поговорить, Причем на другом языке, Ты понимаешь, У вас, Там нету какого-то такого, Оттражения, Как здесь, Какой-то, Я не знаю даже, Что здесь не так, Но я не идеализирую Таиланд, Там, Там я тоже, Никому не нужен, Там и ты никому не нужен, Мы нигде никому не нужны, Вегабонд, Приезжай сюда, В провинцию, Ты столкнешься с хамством, И ты умрешь От сердечного приступа, И ты вперед ногами Вернешься в свою Америку, В свою ненавистую Америку, Где тебе никто не хамит, Которую ты постоянно хаешь, Но ты это не сделаешь, Потому что ты хитрый, Ты просто бабки рубишь, Донаты, Уважение, Лобби у тебя еще кое-какое есть, А у меня нет, Потому что ты простой русский человек, Обычный, Гетеронормативный, Что самое страшное в современном мире, Быть гетеронормативным, Это самое ужасное, Что только может быть В современной стране развитой, Где девушки, Где традиции, Такие, Что девушка никогда тебе не подойдет Познакомиться, Никогда, Ты подходишь к ней, Даже, Даже, Даже этот, Какой-нибудь, Полностью разносторонне развитый Человек подходит к девушке, С зарплатой хорошей, С хорошей фигурой, Речью, Голосом, Не таким, Как у меня, Гнусавым, Потому что я же сопляк, Как выразилось, У меня, Ну, Возаимоторный видит, Почитай в Википедии, Там небольшая статья, И ему тяжело с ними найти общий язык, С россиянками, Представь, И не ему одному, Молоко прокисло, И недавно, Этот чел, Который, Если б встретил меня, Он бы даже не плюнул в мою сторону, Он бы сказал, Что я просто ничтожество, Я ничтожная душонка, Жалкий олень боевой, Жалкий унылый олень, Волгарище страдарец, Меня бы он назвал, Только более грубым словом, И что я готов из-за девушки, Сброситься с крыши, Таких он не уважает, Не считает таких за людей, Понимаешь, А я, Слушаю, Слушал его, Сто раз подряд, Это, То же самое, Что моя бабушка считает меня тупым, Потому что я не смотрю Путина новости, Хотя я, Могу, Хотя я смотрел Путина новости, Я знаю, О чем там речь, Понимаешь, Просто у меня сердце, Я скрипач, Ты сам говорил в своих видео, Что у творческих людей Какой-то заеб есть сильный, Твоего выражения, Я скрипач бывший, Я единственный, Кто закончил группу по скрипке, И плюс, Художник, Как тебе такое, Это вдвойне ранимое сердце, Можешь скидку сделать мне, Что я не настолько долбоеб, Что я хочу, Что я не могу, Еще у меня мозг поврежден, Немножко при рождении, Понимаешь, Можешь сжалиться, Ну нет, Считаешь себя Богом, А я вот считаю тебя нормальным человеком, Я ничего против тебя не имею, Но ты ненавидишь таких, Как я, презираешь, Посмотри, Сколько я картин сделал, Неужели я настолько ничтожество, Что я должен умереть, И ты бы мне не подал руку, Неужели ты не уважаешь Людей искусства, Которые просто созидают, Которые что-то полезное делают, Я не просто какой-то там менеджер, Еще кто-то обслуживающий эту систему, Я наоборот, Я хочу создать семью, Где бы я воспитывал своих детей, Нормально, Ну точнее разговаривал бы с ними, По-человечески, По-человечески разговаривал, Здесь я безопасно кричу, Вы будете обвинять меня в агрессии, Но заметьте, Что я кричу в своей комнате, Когда, где никого нет, И никто не слышит, Ну только к соседям потом постучали, Но это я просто слишком уж громко разорался, Это один раз, Один раз за 10 лет произошло, Я никому не сделал зла, Тем, что орал здесь, Не хотите смотреть это видео, Не заходите на канал, Ничего не будет с вами, Предупреждение там будет, Моя бабушка, например, Моя бабушка, я люблю тебя, Моя мама, я люблю тебя, Мой отец, я люблю тебя, Денис Уайт, я люблю тебя, Тиана, я люблю тебя, Света, я люблю тебя, Короче, тебя из, это, Тарнал, я люблю тебя И моя девушка, которая разлюбила меня Я люблю тебя от сих пор Но вы не любите меня На чем я остановился? А! Моя бабушка в саду Она трудоголик Она каждые пять минут или десять минут Говорит, что хочет кого-то убить Она говорит, убила бы этого Убила бы того Понимаешь, и так с детства я слышу это все И еще она говорила, что когда я вырасту Меня посадят в колонию И будут насиловать Ну, она просто так шутила, наверное Ну, вообще-то она меня при этом еще и била В угол, посадив И орала громко Ну, это так, ерунда Всех русских людей я так воспитываю Я такой же, как вы Меня тоже били в детстве Да и недавно били И сдавали в ментам Всех русских мужчин сдают в ментам Свои жены, свои родители Это нормально для нас Ну, как бы у нас рабство было до 1861-го Потом еще рабство было Потом война была Понимаешь, это нормально Так что Мы на самом деле угнетенные нации Но никто не считает нас угнетенной нацией почему-то Мы не качаем свои права Жаль Жаль, что к нам такое отношение Жаль, что нас считают людьми третьего сорта Во всем цивилизованном мире Из-за некоторых туристов Которые орут тагил и прочую херню А таких, как я, уничтожают Уничтожают государство Уничтожают Федоровы Которые Эдуардовна Федорова Эдуардовна Посмотри на ее рожу Она просто покрасила волосы на себе Чтоб не выглядеть такой уродливой Посмотри на ее рожу Скажи себе И скажи себе Задумайся Просто внимательно посмотри на ее черты лица Скажи Почему она на меня навала? Не потому Она из зависти напала Потому что А потому что ее воспитали так, что Лучшего из Потому что она считает меня ниже животного Понимаешь? Ее только воспитали Она считает русских людей И вообще любых людей И любых национальностей Кроме ее национальности Простых людей Считает ниже животного А так ее воспитали И она так воспитает своих детей И мне недолго жить осталось И главное, что она не просто так сделала А еще там Угрожала мне и прочее Я знаю, где ты живешь Федорова Я хочу подарить тебе цветы Я хочу облачиться В тряпке Я хочу, чтобы ты улыбнулась Знаешь, как это сделать? Я облачусь в тряпке На руки надену наждачки Тряпки надену на себя Накрашу губы себе И еще что Ну, чтобы ты улыбнулась Хотя нет, ты не улыбнешься Короче, я это Буду себя Кромсать Себя И ты тогда улыбнешься И ты любишь кровь Любишь страдания Тебе нравится, когда А может, ты детей ешь Я не знаю Я не утверждаю По праздникам Детей ешь Ты же ненавидишь христианство Ненавидишь, да? Ненавидишь А я вот так подойду Тебе с крестом скажу Еще ненавидишь Христа Федорова? Посмотри на твои глаза Полные ненависти Человека ненавистничества Даже и у Гитлера Было доброе лицо По сравнению с тобой Уродливая ты Смрадная мразь Мое субъективное мнение Это не про ту Федорову Это вообще просто Про вымышленную Федорову Я никого не унижал Лично Федорова это просто Какая-то Федорова Из мультика И уйдет Короче Ты уничтожила Моих детей Уничтожила А мои рисунки Это мои дети Мои дети И у тебя есть дети Так что тебе лучше Уничтожить меня Первее Потому что дальше Тебя ждет и вся моя жизнь Передачем Выграть с крыши Потому что я не нужен Этой системе Я полностью раздавлен Этой системе Мне поставили диагноз Знаешь Благодаря тебе Мне поставили диагноз И благодаря еще кое-кому Там разные причины Я не буду их описывать Ну в общем Не будем о плохом Моя бабушка Моя бабушка часто меняет настроение То называет меня Каким-то именем Знаешь Таким Добрым То вдруг резко Негативно Обзывает И еще Говорит Что хочет Кого-то убить Она даже приходила К врачине И говорила Можно ли Умертвить Своего мужа Чтоб он не умучился Типа Блин Жалко его Жаль Черт Я сожалею Прости меня Господь Просто я не мог с ним найти общий язык Он был заводской человек Всю жизнь на заводе Проработал И он Постоянно пил И с ним невозможно было Даже найти общий язык Он постоянно подшучивал Что-то Нормально разговаривать Не мог По-человечески Ну как бы Просто Уважительно Между мужчином С мужчиной Нормально разговаривать Жаль Прости меня Господь Прости меня Дед Хоть и не родной Дед А мой родной Дед Его Выгнали С города И он Исчез Беследный Я даже ни разу Не знаю Как он выглядит Разве это нормально Это нормально Для русской семьи Нормально Нормально Для русской семьи Пожалуйста Не бросай меня У меня никого нет Дождись меня Пожалуйста Я нуждаюсь в любви Я Дарю Способен Дарить Любовь Просто я не хожу По этим клубам Всяким И дерьму Где Цепляют себе Барышей Пьяных Я не хочу С ними связаться Вообще Это такие Знаешь Как они мерзко Орут на своих парней Постоянно орёт Как будто Она совершенно Сумасшедшая В плохом Ну Я сам сумасшедший Я никого не Ну Не Это не психофобия Она просто Охреневшая Стерва Такая Как ты Нигде В мире Не найдёшь Даже Даже Мексиканская Какая-нибудь Тётка Зло Какая-нибудь Или Из гетто Какого-нибудь Даже Она не будет Так орать Как россиянка Ты представляешь Как эта россиянка Я снимал Я могу заснять Блин Как она орёт Ты охренеешь Посмотри Видео Туристка В России В Турции Вот То же самое Только в 10 раз Ужас меня Орёт И таких Много Таких дофига Я их слышу Каждый день Из окна Понимаешь? Нет Не понимаешь I love you I'm blind I miss you Я так целовал Свою девушку Что она была Вся в засосах И люди подумали Что это побои А если бы она И сказала правду Что это были Поцелуи То они бы Не поверили И стали бы завидовать И ещё бы хуже Оклеветали меня Кстати Вот что я теперь понял Завидеть Это такая штука И Непонимание Что человек Может любить Свою девушку Так Что оставляет Ей засосы На всем теле Даже на лбу Блин Целовал её С ног до головы Оставляя засосы И лизал её От плеча От руки До ушей До волос Короче Там не было Ни сантиметра Где бы я Не думал Мне пофер Вообще Ох Как удивительно Как такое Можно обсуждать В России Такое Не обсуждают Как ты можешь Об этом говорить Девушку Любит Как так Как так В России Удивляются Когда мужчины Девушку любят В России Прям офигевают От этого А в какой-нибудь Стране там Наоборот Скажут Молодец Понимаешь Россия Это такая Уникальная страна С одной стороны Патриархальная С другой стороны Дигий матриархат Но Нет Я беру свои слова Назад Потому что За это убивают Страна России Ужасно Патриархальная Бабушка И мама Воспитывает Ребёнка Аннополая Семья Постоянно Срачи Устраивают Каждый раз Когда они вместе Когда даже по телефону Срачи Устраивают Бабушке Паническая Атака Она звонит Ночью Мама Говорит Успокойся 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 А потом Он уже Орёт На неё Но Ни одна Врачиня Не поможет Моей бабушке Не выпишет Ей От панической Атаки Лекарства Не выпишет Потому что Она Наживается Нас Старика Потому что Им плевать Здесь Всем плевают На друга Хотя Все Здесь Русские Кажись Многие Русские Люди Здесь В основном Живут И здесь Вообще Никому Не интересны Искусства Вместо Вместо Искусства Сейчас Везде Пропаганда Военная Патриотизм И так далее Я ничего не имею Против Патриотизма Там просто Навязчивая Пропаганда Путина И Войны Понимаешь И что Враги Нас окружают Это нормально По-твоему Это нормально Для Северной Кореи Которую Превращается Моя страна С которую Умирали Мои деды Все погибли На Курской дуге А другого Убил снайпер За что Они воевали За то Что мы Жили в нищете И считали Это Что это Офигенный образ И тебе Еще говорят Что ты Охренительно Живешь Да мы живем Блин В коробках В коробочках Живем По сравнению С проигравшими С теми Кто на нас Напал Если вы считаете Что на нас Вся Европа Напала То почему Они живут После того Как мы их победили Они живут В тысячу раз Лучше нас В шикарных Домах Они вообще Немного не понимают Как можно жить В таких технических условиях Мой отец Живет В такой конуре Он патриот России Черт возьми Это просто Непонятно Может быть Это мы Проиграли А не они Что такое Вообще Скажи Мне грустно Немного становится От этого Потому что Я русский человек Я простой Русский человек Можешь меня За это Штрафовать Можешь меня В тюрьму Посадить Ведь за это Сажают В тюрьму Я простой Русский человек Посмотри Меня легко Обмануть У меня Квадратное лицо Борода Лопаты Я работать Могу только На заводе Дворником Или Какую-нибудь Простую работу Выполнять Вместо этого Я пишу Картины Очень странно Я не понимаю Как так Сколько тут осталось Я немножко Сослана